всем привет сегодня мы разберемся с возможности медиа-энкодера у медиа-энкодера есть ряд функций которых мало кто знает обычно его используют для рендера из премьера но давайте по порядку во первых можно рендерить не только из премьера недавно появилась функция рендерить из автор эффекта если мы возьмем допустим after effect файл экспорт у нас здесь есть возможность отправить композицию на рендер в медиа-энкодер в чем разница от очереди рендера в самом after effect естественно в том что в процессе можно работать пока он рендерит в фоне опять же если хватает ресурсов но даже про рендер в медиа-энкодере есть еще одна вещь о которой мало кто знает значит давайте по нюансам пройдемся в первую очередь у нас в обычной ситуации мы что делаем файл экспорт медиа и отправляем какой-то наш проект на рендер медиа-энкодер вот мы настраиваем параметры рендера выбираем q и и наш проект улетает в очередь медиа-энкодер но посмотрите какой есть нюанс если он в там в очереди рендере а в это время мы в проекте нажимаем на play то у нас в медиа-энкодере ставится пауза для того чтобы премьер мог проигрывать ваш проект здесь следующий нюанс о котором мало кто знает нюанс медиа-энкодера то что он кроме функции рендера он может выполнять функции копирования опять же при использовании функции ingest workflow в премьере про ingest workflow на меня отдельное видео есть на канале поэтому сейчас не будем в это углубляться кроме того что он еще может он может кроме того что рендерить из премьера и из автор эффекта рендерить сам по себе то есть если мы зайдем вот здесь вот увидим медиа-браузер здесь такой же медиа-браузер как и в премьере это значит что это значит что он позволяет просматривать сложные форматы в данном случае у меня карточка среда я в него захожу и вижу не папку как я это видел бы на жестком диске вы давайте посмотрим снова вот как-то выглядит в проводнике вот это вот папка вот эта папка с исходник в котором множество файлов каждый из этих папочек это один видеофайл здесь здесь медиа-браузере нам также удобно просматривать такие сложные исходники также здесь работает та же тильда что и в премьере что позволяет нам просматривать исходники гораздо удобнее не запуская не имея даже премьера мы также отсюда можем отправить все это конвертировать допустим для того чтобы создать прокси тоже без всякого премьера можем создавать задачи на рендер и просчет следующий важный минорный момент то что у медиа-энкодера свой рендер то есть вот здесь вот внизу устанавливается рендеринг и причем если вы установили допустим в премьере рендер допустим у вас может быть здесь установлена engine software он ли а здесь у вас может быть установлена совсем другое решение то есть они никак не синхронизированы вы можете здесь устанавливать одно здесь устанавливать другое просто имейте этот момент в виду следующий момент я одно видео положу сюда отправлено рендер когда вы что-то поместили в очередь есть еще одна фишка которая мало кто знает во первых можно дублировать этот клип во вторых здесь есть такая кнопочка это output и она добавляет второй output к вашему видео что позволяет вас вам одновременно рендерить видео в два формата например вот здесь вот будет одновременно рендерится и в quicktime прорез и в h264 давайте просто разные все это на рабочий стол буду отправлять чтобы потом спокойно удалить и какой в этом плюс плюс в том что это будет чуточку быстрее допустим если вы отправляете из проекта на рендер и вам нужно отрендерить его двух форматах когда вы нажимаете здесь и создается копия проекта в кэшах премьера даже не копия проекта копия проекта с одной секвенции она сохраняется в во временных файлах и дальше медиа энкодер открывает этот проектик и рендерит если вы ставите две задачи по очереди допустим вам нужно сначала в mp4 это прочитать а потом в прорез то тогда он два раза открывает это загружает открывает этот файл подтягивает исходники и рендер если вы добавляете здесь 2 output он один раз загружает этот проект и рендер это сразу в два формата то есть сейчас я нажму render и он ведь сразу в два формата их отфигачил тоже очень удобная функция если знать как ей пользоваться следующая вещь про которая тоже хочешь сказать мало кто заглядывает вот сюда вот здесь находится папки отслеживания что такое папка отслеживания допустим я создам на рабочем столе папку для теста просто назову его тест она пустая я добавляю эту папку в папке отслеживания что это значит у папки отслеживания есть атрибут допустим сейчас это h264 с параметрами исходного файла tralival можно допустим поставить не h264 а допустим quicktime и 422 прорез что это означает теперь когда запущен медиа энкодер он будет отслеживать эту папку и как только в нее попадает хоть какой-нибудь монтажный ассет видеофайл аудиофайл картинка он все будет конвертировать в apple прорез 422 примеру я беру какой-нибудь вот такой footage любой из этих трех показать проводнике вот копирую вот эти вот клипы кладу и в папку в этот watch folder папку отслеживания все теперь ждем точнее дождать не надо сейчас они эти задачи прилетят вот сюда в рендер и запустится вот они уже пошли то есть в принципе частному используют создать такие папки для рендера на какой-нибудь стан сторонней рендер машине в продакшнах если вам нужно постоянно там рендерить прорез либо рендерить в архив либо еще что-то создает разные папки и просто скидывает туда материал потом забирает оттуда от рендеренные уже исходники сейчас вот я загляну в эту папочку вот здесь осталось только две папки потому что в папке вывод все что просчиталось в прорезе в папке источник здесь вот есть один минус что каждый исходник кладется свою собственную папочку и здесь написано время рендера то есть когда был запущен рендер с точностью до секунды то есть число и дата поэтому можно отслеживать когда что было трендерена ну есть еще одна функция не знаю насколько она полезная медиа-энкодер может сшивать множество файлов вместе они когда этим не пользовался но допустим если вам нужно вместо вот этих вот всех файлов иметь один вы можете перенести это вот сюда вот и тогда он отрендерит и сошьет их соответственно если это в давайте как раз проведем тест всегда было интересно сможет ли он сшивать файлы прорез в на лету без рендера поэтому я беру просто вот эти вот файл говорю сшей мне их сшей эти клипы сшитый этот это там смотрим ну смотрите судя по тому что вот один файл который отличие а два файла отличаются по формату они просто разного разрешения соответственно если по не были одинакового разрешения то он бы даже их не пересчитывал а просто бы сшил в один файл это прикольно то есть если в окошке проигрывания не показывается картинка это значит что этот клип не перекодируется он остается так как есть это прикольная фича на этом все возможности медиа-энкодера больше чем ничего большому счету нет так что подписывайтесь на канал пишите в комментариях что вам еще хочется посмотреть на какую тему сделать видео и я иногда бываю в кризисе идей и просто накидывайте мне идеи я буду их реализовать все спасибо за внимание давайте пока удачи гладкого вам рендера